здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем делать вот такую заготовочку для начала окрасим ее светло бежевый цвет бежевой красочкой окрашиваем крышку нашей заготовки морилочкой но прежде нам нужно стереться поехали следующим нашим шагом будет работа с вот таким пластиковым элементом сейчас я вам его покажу мы сделали этот элемент сами у нас есть великолепный мастер который лепит такие элементы и мы их потом с помощью вот таких силиконовых молдов размножаем что это за пластиковый элемент пластиковый элемент вот такой да можно использовать в качестве например фурнитуры для ваших работ а его можно использовать в качестве украшения мебели его можно использовать в качестве украшения каких-то заготовок которые вы делаете да деревянные можно пластиковые то есть ну металлические даже на металлические ящики мы их крепим а вот то есть на любой работе такой пластиковый элемент такой объем он придаст вашей работе индивидуальность и эксклюзив а еще раз повторю сделаем эти элементы сами мы гордимся тем что у нас есть такой потрясающий человек который может вылепить нечто подобное только у нас можно найти такие такие варианты пластиковых до пластиковых элементов я не знаю какую из этих какой из этих элементов я буду использовать сегодня на работе возможно это будет вот такой подсолнышек возможно это будет вот такая вот вишенка до вишенка вот так вниз растет а то я однажды знаете приклеил на свою заготовку вот так вишня у меня растет было прикольно но непонятно почему мне вишня растет вверх почему-то вот какие-то у меня такие очень легкие вишенки получились что можно делать с подобными пластиковыми элементами вы сейчас увидите мы будем декорировать с помощью краски этот элемент с помощью обычной акриловой краски представьте себе вы приобретаете например пластиковые элементы подобного вида у нас очень много видов этих пластиковых элементов начиная от каких-то элементов резных до который имитирует резьбу на дереве например или какие-то элементы стиля рококо барокко и так далее до винтажные элементы представьте себе такими элементами украсить вашу мебель например то есть они клеятся отдельно они окрашиваются отдельно и потом просто приклеиваются к вашей мебели или к вашим изделиям вы можете заказать не только пластиковые элементы вы можете заказать вот такие силиконовые молды и сами размножить вот эти элементы то есть приобретая этот молд вы можете сделать я не знаю очень и очень много сотен подобных элементов. Можно их делать из гипса, можно их делать из самоотвердевающей массы, можно их сделать из того же пластика. На всякий случай скажу, что мы отправляем по почте только элементы из пластика. Мы не отправляем гипс, потому что в дороге он может разбиться. Что касательно силиконового молда, ну я не знаю, тут, знаете, все зависит от вашей, наверное, практичности. Практичные люди покупают сразу молды, потому что можно размножить, и можно сделать много, тем более, что гипс очень дешевый, то есть эти элементы будут очень дешевыми в производстве. Ну а те люди, которые все-таки еще опасаются работать с молдами, приобретают пластиковые элементы. А для того, чтобы приобрести тот или иной заказ, а может быть и то, и другое, и можно все сразу, и вчера, вы можете пройти по нашим, как это называется, каталогам, по нашим ссылочкам, которые находятся внизу этого видео, вы проходите в наш каталог, заходите, да, смотрите, ищите интересующий вас элемент или молд, и, собственно, пишите напротив, пишите комментарий, я хочу заказать этот молд. Человек, который занимается заказами, это наша Галя Вакула, она с вами свяжется, вы, собственно, напишите, она напишет, какие дальнейшие действия, и это будет первым шагом к приобретению подобной красоты. Еще раз повторюсь, у нас эксклюзивные элементы, и в первую очередь я рекомендую заказывать именно их. Это лично мое мнение, вы можете его не прислушиваться, но я люблю все эксклюзивное и индивидуальное. Мы окрашиваем наш пластиковый элемент вот такой вот обычной акриловой краской коричневого цвета, под цвет нашей крышечки. Сейчас я покажу цвет крышечки. Только здесь у нас маринка, а здесь у нас обычная акриловая краска. Теперь нам нужно высветлить наш элемент и сделать, ну знаете, как тень. Для этого мы используем первую краской, которую мы окрашивали основание, и этой краской мы высветляем верхушки нашего элемента. Теперь я хочу сделать легкий намек красочности на наш подсолнух. Как я буду это делать? У меня есть два цвета, зеленая и желтая. С желтым цветом краски я сделаю, как бы знаете, ну начало. Вот отсюда. И зеленым я сделаю те листики, которые должны быть у нас зелеными. После окрашивания важно приклеить элемент. Я сделаю это с помощью суперклея. И делаем легкий-легкий набрыск на нашу работу. Наша коробочка готова. Творите, любите и успехов вам в вашем творчестве! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...